Здарова народ! Игрок на ELC в N90 нашел очень интересный способ фармить кредиты. Он вывозит чистыми по 400 тысяч за бой. Короче, ребята, сейчас сами увидите, что он придумал. И действительно, к концу этого видео можно будет понять, почему это именно так и происходит. Короче, все внимание на экран. Наш светлячок попал здесь вниз списка. Любимая карта ЛТ, Прохоровка. Здесь просто куча кустов, да и вообще все самые большие рекорды по засвету. Сейчас, по моему опыту, ставятся именно на Прохоровке. Ну и посмотри, он занял тут кустики. Я думаю, так еле сдерживается, чтобы не давать дамаг по противникам. Но в целом все довольно неплохо получается. Небольшой засвет уже есть. Хотя, начало только боя первое. Первая минутка. Вот, посмотри, какая большая корова засветилась перед нами. 60 тп. Давайте, артоводы, пора эту корову доить. А вот это опасно. А вот это опасно. Ты посмотри, Феррари перед нами проносится. Линкс просто оборзел. Кстати, вот одна из проблем L790. Тут всего три члена экипажа. Поэтому бывает ситуация, когда все три они контузятся. И тогда у нас танк уничтожается, не потеряв все хп. Вот только что было, у нас два члена экипажа уже были вынесены. Еще по одного и все. И наш танк бы не успел там даже подчиниться. И остался бы так там со своими хп стоять. Но елочу повезло. Честно говоря, здесь не попасть под раздачу. Он засветился, мог по идее отлететь на все хп за считанные секунды. И он меняет тактику и использует в целом такую стандартную, известную стратегию игры на Прохоровке. Стать по вот этой линии и потихонечку, медленно проезжать вперед. Собственно, высвечивая врагов один за другим. И почему это работает? Потому что уничтожен основной вражеский светляк сейчас. Вот этот линкс, если бы он остался в бою, навряд ли бы он допустил наш такой проезд. Но как только на Прохоровке срастается такая ситуация, что во вражеской команде светляков больше нет. И ты фактически остаешься единственным светляком на две команды. Можно медленными ряжками, так сказать, потихонечку по центру карты продвигаться. В ряду ты врагов. Вон, посмотри. Ну, конечно, здесь главное не соблазниться на вот эти картонные бортяшки, которые там стоят справа. Калиточки свои раздвинули. И прям так и хочется. Наш герой себе башню даже зафиксировал, чтобы она не поворачивалась в их сторону. Потому что, наверное, знает себя. Можно не удержаться. И тогда фактически сразу почти отлетаешь в ангар, если засветишься здесь. Но тактика работает и уже 5785 асиста народ выкашивает вражеских коров один за одним. Вот они, дойные коровы стоят. Посмотри, ПТ-шечки. Улова СТРВС-1. Давайте, мужики, отрабатываем по нашему-то засветику. Благое дело, ёлы-палы. А у нас, посмотри, там сзади батарея стоит. Из ПТ-шек, да СТ-шки, тяжи. Да они, вся команда у нас стоит на этой зелёнке. Фактически весь бой сейчас держится на ёлочи. Опа, на большой босс Яга Е100. Здравствуй, дорогая Ягуля. Баба Яга, сегодня твоя избушка не той стороной повернулась к лесу. Ой, не той. Сейчас тебе из леса прилетит столько. Качеев бессмертных, что? Мало не покажется. Так, Ягу высветили. Но она чудом, кстати, отсветилась. Вон АЕ фаза на центре. Ёлочь тут умудряется ещё и разворачиваться туда-сюда. А чё это? А чё это ты уходишь, ля? Заочковал, заочковал получить тренделей. Всё-таки Яга Е100, это не хухры-мухры. Но, тем не менее, мы ещё и центр умудряемся подсветить на... Больше, чем на косарь 277 высветили. Ну, в этом бою ещё и по два артовода. Так что, здесь, в принципе, есть кому светить. Но, несмотря на всё это, счёт 5-6. И смотри, что заметил Ёлочь. Он увидел, что там, со стороны ЖД, движутся вражеские танки. И меняет позицию, чтобы светить сторону нашей базы. Чётко сработал, на самом деле. Занимает другие кусты. И всё время, пока он ехал, он продолжал светить дальше. И уже 10-700 по разведанным у нас. На рекорд идёт. Маленькая Ёлка фактически сейчас является ключевым танком в нашей команде. Если б не Ёлка, мы бы уже проиграли. Потому что счёт, капец какой, у нас слито целое направление в виде горки. И фактически вся наша команда держится тут в углу. И работает за счёт засвета вот этого Ёлочи. Главное сейчас не соблазниться и не начать кидать. Потому что тут же всё. Триндец может прийти, откуда не ждали. 12 тысяч засвета. Твою дивизию? Как он разрывает? Опа-на. Французский багет приехал к нам. АМХ-65Т. НЛДшечку мост сейчас подставит под обработку снарядами. 65Т давай не выдумай. Выкатывай свою развалюху сюда. Нам нужен ещё засвет. Уже 13 косарей насветил. Ёлы-палы. Просто разрывной. Разрывной. Разрывной ЛСВН-90. Бочатский ещё сюда прикатывает. Интересно, девки пляшут. А вот Бочат это уже опасно. Потому что он близко, крайне близко к нашей опасной зоне находится. Вы понимаете, сейчас одна ошибка. Даже не ошибка. Если Бочат тупо сюда ворвётся. Плетанёт нас и всё. Пиши завещание сразу. Очень быстро нас в ангар упакуют. Но фактически, ёлочь сейчас не даёт толпе врагов ничего сделать. Они стоят там за холмом, за рельефом. Периодически выкатываются. Триндюлей получают и прячутся назад. Всё. Это всё, на что они способны сейчас? С другой стороны, там леопард вроде бы ту же работу делает. Ай-яй-яй-яй. А кто-то светит наших. Кто-то наших светит. Твою дивизию. И шесть-девять уже становится счёт. И честно говоря, ситуация прям абсолютно не радует народ. Абсолютно. АЕ фаза один. Ну, попытаемся насветить что-нибудь ещё. Хотя уже светить почти некому. Давайте, пока наш герой тут продолжает разведку. Я вам напомню быстро, что спонсор этого видео, парни, с классного сайта Воткит, где прямо сейчас вы можете получать золото и премиум танки. В том числе можно выбивать объект 703 вариант 2 двухствольничек XR1008. Для этого открывайте на Воткит главный контейнер. Именно там выпадают самые крутые призы. На него ещё и скидочка действует. Поэтому, народ, в закреплённом комментарии под видео ссылка на Воткит. И если будете пополнять счёт, вводите к тому же вот этот промокод, который на экране. И получите ещё дополнительно гарантированный подарок-бонус. Каждому, кто введёт промокод, будет бонус. Поэтому, народ, в закреплённом комментарии под видео ссылка и промокод. Главное, промокод запишите. При пополнении на Воткит указывайте и подарок бонусом получайте. Ну и не забывайте также участвовать в розыгрыше голды от нашего канала, как всегда у нас стандартные условия, лайк, подписка, колокольчик, позитивный комментарий, с игровым ником и идеей от контакта, в общем все довольно просто, участвуйте, голдишку забирайте. Ну а мы смотрим далее, и что же у нас тут будет, счет уже 8-11, команда продолжает сливаться у нашей елки тем временем, 16 тысяч урона по разведданным, и несмотря на то, что елка все делала для команды, просветила всю аллею, потом поехал наш герой, принял так сказать танки, которые с жд там выехали, с горы спустились, тоже подсветил. Внизу списка, и несмотря на все это, они умудряются насосать бибу. Ну как, как, как они это делают? Вот все блин для команды, и вражеский колесник там толком ничего не сделал, все равно насосали. Да, эти союзники необъяснимы, и фактически нам уже и светить некому остался Т-10, борщ и арта. Все, он Яга чешет в наглую просто хамски на нас. И никто ничего не может сделать. Ну, хотя вон еще, даже СТРВшку еще высвечиваем. Вплотную уже стоит наш герой. Да давай уже добивай! Сейчас сольются, некому будет светить. Переезжает наш герой, понимая, что сейчас уже он попадет за свет, скорее всего. И, может, хотя бы дамашечку по Яге дадим. А ну давай. Эх, жаль, две пульки всего. Не помешало бы тут нам третий снаряд. Добрали бы Ягу Е100, а так непонятно, что произойдет за следующее. За время перезарядки. Может, нас уже и снимут. Там еще две арты. Я думаю, они свое дело знают. Сверху посмотрят. А вот, еще и нам 108 за свет от арты. Ну, спасибо, артовод. 17 тысяч ассиста у Ёлки. Но, тем не менее, глаз арты непоколебим. И он нашего героя добирает. Ну что, не буду тянуть. Давайте глянем, чем закончится этот бой. Ну и вот, последний союзник. Борщ, он тут брыкается еще. АЕ фазу добрал. Может быть, сейчас на Колобанова затащит. Хотя, под двумя артами на этой картоне, на этом картоне очень сложно. Ну и вот, как я и думал, Параск заканчивает этот бой. Поражение. Тем не менее, дозорный отметочки достиг в этом бою. И 17 966 за свет. Это и самое главное, посмотрите, 419 тысяч чистыми за бой вывозит наш герой. А потому, что он фактически снаряды-то не тратил. На снаряды не пришлось расходовать. И очень неплохой способ фарма. Вот, кстати, премиум ЛТ именно за светом могут хорошо фармить. Такой вот вам пример, лайфхак. Не знаю, как сказать. Сказать. Вверху справа прошлый видос. В закрепленном комментарии обязательно заглядывайте на воткит. Ну а мы с вами, народ, увидимся в новых видео, которые очень скоро будут на канале. Лайком поддержите. Реально красиво сыграл. Пока, народ. Редактор субтитров А.Семкин